Одетый. Что? Мужики с ума посходили. Да это не мужики с ума посходили. Этот сайт сделан для того, чтобы находить неформалов и привлекать их к ответственности. Это безверие. Если бы люди знали, что Бог говорит, что отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа, и мы себе не принадлежим, разве бы люди этим занимались открыто, женщины блуд творят. Безобразничают. Женщины блуд творят. А что в момент венчания происходит, вы не помните, что предлагает поп, вот именно мужчине, да, и Якова, Авраама, какие, какой у них путь был, да? И что они предлагают женщине, какой у них путь был? На какой их путь был? Он написан в первой книге Библии, бытие. Нет, вот когда венчание происходит, желаю там тебе, чтобы у тебя была судьба, как у Якова и Авраама. А какая у них судьба? Не судьба, не судьба. А дети были. О судьбе речи даже нет. Вы неправильно выразились. А что Яков делал? Он свою двоюродную сестру взял и отдал, как эту. Кто? Кто отдал? Как куда? Как куда? Кто отдал? Кто ли Авраам, то ли я кто-то из них. У них там везде... Обождите, обождите, по порядку, все не надо, по одному. Кто кого отдал? Повторите, чтобы я разъяснил. Ну, сейчас давайте я посмотрю, где это. Я вам даже включу, вы послушайте. Да и у меня есть что слушать, у меня есть это. Вы так примерно скажите, хоть я напомню, кто чего отдал? Яков, Авраам. Они, в общем, на сестрах на своих женились. Это да, раз. Двоюродная сестра... Двоюродная сестра была у Якова, это в то время разрешалось. А у Адама дети на родных сестрах женились. А как по-другому? Люди были... А зачем это делали? А не было никого больше, не было ничего. Одна семья. Одна семья. В то время разрешалось, люди были крепкие, ничего не было. А сегодня это кровосмешение запрещено. Нам зачем это командовать? Ну, история сохранила, могла бы это не писать. А Господь написал... Кровосмешение, кровосмешение, которое вот близкие рода, да, если вот брат с братом, сестра с сестрой, это приводит к тому, что... Так, вам сколько лет сейчас? Вам сколько лет? Мне... Мне 30 лет. Мне 80. 80. И мы по сравнению с ними никто. У Авраама уже после 100 лет только сын родился первый. Вот какое дело-то. Люди были намного крепче. Сейчас даже вот... А почему они были крепче? Потому что их, наверное... Они, наверное, алкоголь не употребляли, поэтому крепче были. Видите, я начинаю отвечать. Вы на полословие перебиваете. Я не успеваю ничего ответить. Извините. Не хотел. Я занимался в уголовном розыске дрессировавших собак. И там родословное на каждую дается. Почему? Ослабленное. А в природе там этого нету. Они сильные. Они сами себя защищают. И там, может, из одного выводка. И суха, и кобель из одного выводка. Даже здесь и то видно. А здесь тщательно смотрят, чтобы близкого родства не было. Не было вырождения. Даже в животном мире. Мы очень ослабленные. И поэтому выставлено, допустим, можно жениться только до шестого колена. А шестое колено разрешает епископ. Даже пятое. Вот как. А как определять колено? Очень просто. Вот я познакомился с кем-то. Вот мое родство с братом какое? Один отец. Вот это промежуточное. Это один и обратно. Два колена. Один отец у нас сихон. Вот так. Если с этой позиции рассматривать сегодняшний закон, они ничего не сделали противозаконного. Вы хотели сказать, что у Авраама фараон отнял жену, а он назвал ее сестрой? Так она ему и была сестра двоюродная. Когда фараон сказал, что ты набил беду, он говорит... А она с сестрой двоюродной что-то осуществляется. Да, это так и было. У англичан по сегодняшний день есть. У перцев на матери женились. История мировая показывает это. А здесь... История мировая показывает, как жили, когда люди. И притом это абсолютно достоверно. Вот мы говорим обрезание. А что обрезается? И зачем? У евреев обрезание восьмой день и в тринадцать лет у мусульман. А до чего это делается? А там обрезание... Потому что они грязнули. А? Грязнули они. Знаете, когда я вел занятия в пяти университетах сразу, и там Алтайский единственный был гуманитарный университет, и они там написали об обрезании. Это газета довольно такая культурная, за науку называется. Я сразу написал статью, они ее поместили. Я сказал, какое было в Египте, в каких странах. Были у инков, допустим, обрезали даже женский пол. Что там обрезали? Оказывается, есть что. А почему здесь обрезание означало отделение от всякой скверны? Вот в Ветхом Завете было указано, во время войны все мужского пола истреблялись до одного мальчика. Если женщина беременная, разрубали ее. Но если это девушка, и она не познала мужа, девственницы, он ее пленил. Она была с ним, должна была волосы сразу остричь ей ногти, и быть 40 дней в плаще по своем отце. А далее он мог ее смирить, написано. Конечно, такой нрав был, и это все дозволялось. А для чего нужно было стричь ногти это? Насколько возможно освободиться от старой языческой среды. И здесь обрезание, а оно обрезание прообразовало крещение. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит, вы обрезаны обрезанием Христовым, быв крещены в Иисуса Христа. Мы обрезаны в новозаветнем обрезании. Это то было... Знаете, вы старовер? Повторите, да. Вы старовер? Мы из староверческой среды, кержаки и беспоповцы. Но потом мы, когда узнали, что без священства нет церкви, мы признали церковь, от которой официально Московского патриархата. Хотя мы к ней не относимся. Мы русско-православная зарубежная церковь. Мы росли на Алтае, город Барнаул. А где село было наше, 150 километров от Барнаула. Мы строим с нуля православную деревню. Вы из России выезжали? Что? Вы когда-нибудь из России выезжали? Я вам сейчас скажу, как мы выезжали. Не просто праздное. За рубежом очень ценили узников совести. А я сидел в пяти тюрьмах, за слово Божие. И поэтому за меня молились, и как только я освободился по указу Президиума Верховного Совета 25 марта 1987 года, меня сразу пригласили в Канаду и митрополит Виталий в Америку. Мне пришлось летать. Я не хотел. Но диссиденткой была Зоя Крахмальникова, она кандидат в философских наук. Я в университетах вел занятия, и всем студентам говорил, ехать мне или не ехать. Доводы дайте. Я вот так вот шатал. Ехать, не ехать, ехать, не ехать. Я все время здесь нужен. Начальник детского лагеря, 45 лет. И тогда Зоя Крахмальникова говорит, вам придется на эту тему говорить не раз, а вы в глаза не видели, поезжайте. Она меня свалила. Я поехал. Много ездил по Америке, очень много. Встречали в Нью-Йорке, дальше Вашингтон, Сакраменто, в Лос-Анджелесе жил. И мне не нравится. Ну, все хорошее. Но я до того хотел домой вырваться прямо. Не знаю, как уехали, некоторые в Америке живут. А вот когда уже дальше началась жизнь, я преподаю во всех отделах милиции, три радиопрограммы веду, там, в школах, везде вопросы. И у меня вышло из печати 38 томов книг. И Господь мне на сердце положил подарить библиотеке мира. Мы живем в Барнауле, мы поехали до Владивостока, находка. Потом мы прошли до Лиссабона, Португалия, Турцию, Скандинавию, Прибалтику. Все страны захватили. И 650 городов и сел мы подарили на 35 миллионов рублей книги библиотеке мира. Так что маленько я там видел. Люди им останавливались, свидетельствовали, проповедовали. А в России тут, в клубах, вот только вокруг нашего района мы подарили больше 30 тысяч евангелий. Тысяч. А вы когда-нибудь наблюдали за муравьями? Зачем? За муравьями. О, еще бы. Я вырос в степи. Отец пастух, он без руки с фронта. А у нас 10 в семье, 5 прибятишек, 5 девчонок. Я в 5 лет уже с отцом пас. Что делают муравьи, когда встречает вот одна семья муравьиная, другую семью муравьиную. Ну, вот, допустим, один другого муравья встретил из разных семей. Что они делают? Нет у нас такого. У нас очень далеко муравейники. И мне не пришлось это видеть. Я знаю так. Мы змею когда убивали, мы ее на палку, гадюхи, и тащили на муравейник. Ну, дня через два придешь, один скелет лежит. Если к непогоде, они запечатают все входы. Можно было узнать, будет дождь. А что муравьи были рядом, они не были. Меньше, чем 500 метров, я даже, кажется, не встречал. Огромные у нас такие муравейники. Я не могу ответить на этот вопрос. В общем, когда муравьи встречаются друг с другом, они начинают друг друга кормить. У них есть определенный язык. Они усиками друг друга бьют в определенном порядке. То есть алгоритм. Да, дай мне еды, допустим. Три раза ударил, дай мне еды. Как пазянка, да? Не видел, не слышал. И, в общем, ну, посмотрите интернет. У нас пчелы были. Я про пчелы многое могу рассказать. Мама работала на пасеке колхозной. И дома 25 своих ульев было. Мы это все знали. А муравьев, чтобы так близко были муравьиные кучи, я никогда не видал. Везде они далеко друг от друга. А знаете, есть еще такие животные ломехузы. Ломехузы. Никогда не встречал. А что это такое? Это, в общем, тля. Вы знаете то, что муравьи тлю доят? Они берут и охраняют ее. А тля им дает определенную... Матку охраняют. Это я знаю. Тлю, тлю, тлю. Не матку, а тлю. Вот они прям берут, окружают. А, тля. Я это тоже видел. Она вырабатывает там что-то, они ее доят. Да, доят. А вот у тли есть такой сородичек, называется ломехуза. И, в общем, она забирается в муравейник. И она тоже умеет просить еду. То есть она бьет усиками по муравью. Муравей ее кормит. А она, в свою очередь, выделяет наркотическое вещество. От этого наркотического вещества, ломехузы, ну, они со временем становятся неуправляемыми, мутируют. Муравьи, это же в основном самки. А из них вырастают уже следующие потомства, полусамки, полумуравьи, генетические уроды. И, в общем, они не способны больше свой муравейник так хорошо обеспечивать. И в результате он погибает. Это ломехузы, и детишки, их тоже в еду развивается. И вот такая история. Да, вот если мы открываем шестую главу, притча Соломона, я сейчас прочитаю вам ее. Это как раз в строку будет так. Притча Соломона, шестая глава. Вот я сейчас открыл ее. А как вы можете... Сейчас я прочитаю, подождите маленько. Так, «Пойди к муравью», это шестого стиха. Ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой. Собирает во время сжатую пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива. Какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравии цари, и простолюдины. Любима же она всеми. И славно, хотя силою она слаба, но мудростью почтенно. Ну а дальше говорит человеку, да коли ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив, руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Видите, Библия говорит, как раз пойди поучись у муравья. Видите, как вы много знаете про него. Потому что главное трудолюбие какое у него. Они там бывает жужжалку какую-то, ну опрокинут, и вдвоем, втроем тащат ее. Она намного больше их. А вот если... У них физические возможности. Я считал много, которые там на Амазонке, на Амазонке муравьи. И потом, как на йоге бывает где-то, они все пожирают. Олень не может убежать. Все выедают. И пробуют. Ров потом как нефтью заливали, выжигали, они пеплом засыпят и все равно перейдут. Как саранча вот сейчас там в Судане и везде показывают события на каждый день. Это Божья мудрость, говорит. Почему? Бог вложил в нее такая махонькая. А вот пчелы, это вообще не выразишь. А? А Бог это разве не мысло? Нет, конечно. Мы творение Божие. В шестой день сотворенный. Какой Бог? Бог не постижим. Даже миллиарды световых лет планеты находят. Миллиарды. Двадцать четыре миллиарда. И там Бог. И в преисподней. Он есть Дух всюду и везде. А мы же, мы есть творение, мы есть сыны Божьи. Сыны Божьи, вот так и называют нас, мы сыны Божьи. То есть, Господь по милосердия своему, так называют, да. То, что есть Бог отдельная личность, которой можно молиться, верят два миллиарда двести миллионов христиан, два миллиарда мусульман. Там индейцы по-своему, но те там другая вера. Ну вот, пожалуйста. Лев Толстой. Вы знаете, мы живем по принципу, разделяя власть сейчас. Ну это, знаете, я вам на это отвечу. Недавно ролик появился. Он называется «Интервью у дьявола». Вы легко запомнить. Он как раз про это и говорит. Журналист берет интервью у дьявола. Подобрали артиста. Я вот сколько раз уже смотрел, другим показывал. Даже не верится, что это артист. Что будто бы это сам дьявол. Какое лицо у него, как он говорит, с каким презрением о Боге, который сбросил. А откуда вы? Он в свое время, я в большом государстве занимал важный пост. То есть, он был архангел там. И мы дело в своем начале, но не могли окончить правильно. Мы проиграли, поэтому мы на земле. Спрашивает, что вам больше не нравится? Он не нравится кротость, смирение, молитва на коленях, Библия. А что самая большая ваша заслуга, победа? Самая большая заслуга та, что я сумел доказать, что меня нет. Говорят, и как ты завоевываешь? А мне лишь бы немножко человек сомневался в чем-то божественном, Библии. Это мой человек. И все с усмешкой. Закурил сигару. А этот журналист говорит, ты куришь? Спрашиваешь. Так это мое изобретение. Интервью дьявола с дьяволом. Вам, если нужно будет познакомиться поближе, вы можете в скайпе заперезарядить Игнатий Лапкин. Это мои данные. А если зайдете в Ютубе, то у нас называется «Во свете Библии» очень большой канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 15 300 роликов. Мы с нуля строим деревню православную. Вот это миссионерская поездка была. У меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос, Игнатий. Жили-были мы, не то жили, да? Как муравьи общались между собой. Делились друг с другом. Потому что славяне именно так и жили. Они делились друг с другом. У них не было рабов. Да. Почему, получается, то, что так сейчас происходит? А почему? А причина одна. Господь говорит, оставили меня. А без меня, Евангелие Теяна, 15 глава, 5 стих. Без меня не можете делать ничего. А дьявол как делает? Отстранить от Бога. И клевещет написано день и ночь. И люди, вот возьми Украина. Я не знаю, как, где. У нас украинцев много было в деревне там. Мы никогда не считали. Я ездил много раз, там был, Киево-Пещерская лавра. Мы Украину никогда не считали государством отдельным. Это Россия. И украинский язык, это то, что соседи, там, поляки, румыны, они везде-то поднабрались. Мы никогда не считали, что мы разные. И вот сумели так поссорить. А на какой почве-то ссорят? А на той почве, что нет Бога. Страха Божия нет. А почва одна всегда. Одним говорят то, что церковь греко-римско-грегорианская. Другим говорят то, что церковь такая. Этим говорят то, что мусульманцы, мальчики. Этим говорят буддисты. И люди друг друга ненавидят. Нет, ненавидят. Мы наоборот. Вот у меня здесь в чат-рулетке. Я уже 88 дней здесь нахожусь, проповедую. Много нашлось мусульман, которые слышали. А то, что мусульман приехал к крещению, принял христианство. С евреем познакомились. Еврей приехал, принял крещение, стал православным батюшкой. Я могу называть, показать конкретно. Это не так. Что мы буддистов. Ну, Бога-то нет. Любой может состояние нирваны достичь в буддизме. Там Бога никакого нет. Мусульмане, да. Вот я показываю. Они говорят, у нас другая книга. Я показываю вот эту книгу. Он говорит, о, Коран. Я говорю, а тут считать не может баран. Такой же, как мы православные. Сырковно-славянский язык стоят, как столбы люди. Я вот о Коране. Отдельная книга. Каждая книга у меня 752 страницы. Разбираю по сурум, а я там весь. У них руководитель. Вот такой момент. Жил-был царь Соломон, да. И все у него было хорошо. И тут что-то пошло не так. Он, значит, организует в Армении христианство. Был пророк. Иисус Христос был. Я не могу отрицать то, что он не был. Потому что, когда я сказал то, что он не был, он чуть ли не забрал жизнь моего близкого человека. Прямо мгновенно практически. А кто забрал? Ну, я сказал, Иисус Христос. Я не верю, что ты есть. И моя ложка чуть ли не умерла. Ну, что-что-что. Бывает такое. Ну, вот послушайте дальше. Значит, вот в первом веке нашей эры возникает христианство, да. Через 300 или 700 лет, где оно возникает? В Армении. Армяне там грудь себя бьют. Ну, и, короче, молодцы. В Армении возникает христианство. А через несколько сот лет, чуть-чуть ниже, возникает мусульманство. Понимаете? И вот эта волна двигается, христианская, а ее накрывает мусульманская волна. То есть они друг друга меняют. Да не просто меняют. Тут намного глубже. Рассуждения должны быть не просто беспорядочные, я думаю. Армяне в 4 веке образовались. Они подчинились решению Халкидонского собора. Монофизиты называются. Зачем у нас попы забрали нашу историю? Какую? Языческую? Какого хрена? Так, только давайте без ругания, без ругания, чтобы, а то я сразу уйду от вас. Чтобы ни одного плохого слова не говорили. Продолжение следует...